Медиагруппа «Авангард» представляет. 7 и 8 декабря. Москва. СОК Форум 2021. Не пропустите. Главное событие отрасли о центрах мониторинга и противодействии кибератакам. Подробности на сайте sockthefizforum.ru Всем привет! Вы слушаете «Свежевыжатый подкаст» в студии Марии Сигаева, и это беседы об информационной безопасности и о центрах мониторинга. Мы с вами готовимся к СОК Форуму и делаем небольшое превью по тем темам, которые будут на СОК Форуме, освещены 7-8 декабря. Сегодня в студии с нами Максим Степченков, Максим – сооснователь компании «Русием». Привет, Максим. И с Максимом мы будем разговаривать о наиболее больных вопросах, которые есть у нас в отрасли. Вопросы про кадры. Не вздыхай. Да-да-да, это на самом деле одна из самых больших проблем. Мне кажется, все приходят в студию разговаривать про кадры, и начинают с вздохов. Вздохов и страданий. Просто как раз вчера общался с знакомым кадровым агентством, и на самом деле это головная боль для всех абсолютно. При этом я уже сказал, завели разговор, может, ты мне клиентов приведёшь? Я говорю, а ты приходи просто на любую конференцию по информационной безопасности, и вокруг тебя в очередь выстроиться. Ну, ситуация реально такая. При этом, когда мы общались по поводу специалистов по информационной безопасности, речь шла следующим образом. Сложно найти топ-менеджера. Ещё сложнее найти разработчика. Информационная безопасность, хороших экспертов практически не найти. Ну, свободных экспертов точно нет. Я бы сказала так. Хорошие есть, свободных нет. Да, с топ-менеджментом, наверное, несколько проще. Всё-таки эти люди больше на веду, чем разработчики. И, насколько я понимаю, у тебя, как у компании, которая является вендором, потребность в разработчиках существует, чем потребность в топ-менеджменте. Я бы сказал то, что очень легко найти руководителя информационной безопасности. Ну, в действительности, если у тебя есть бюджет. Найти разработчика, даже если у тебя бюджет есть, уже намного тяжелее. Найти специалиста, именно специалиста-эксперта, который готов ещё что-то делать ручками, уже тяжело, потому что люди, когда подняли свой уровень, говорят то, что они могут больше, к сожалению, они перестают что-то делать руками. И возникает тот самый разрыв между людьми, которые что-то ещё могут, и которые уже не хотят. Ну, я очень хорошо понимаю вот эту твою боль, потому что тоже какое-то время назад я работала в компании, которая только выходила на рынок как вендор. И, естественно, вендор нуждался, наверное, в специалистах очень разных. И это были разработчики, это были инженеры, это были аналитики, аналитики разработки, аналитики информационной безопасности. И, конечно, в этом месте мы вступили в очень... Особенно то, что касается разработки, мы вступили в очень жёсткую конкуренцию не только с компаниями сферы информационной безопасности, где мы ещё могли как-то играть на каких-то нам понятных задачах, нам понятных правилах, но и с компаниями, ну, вообще, наверное, всего рынка, потому что сейчас разработчики нужны всем. Это и вендора, это и интеграторы, это и заказчики, которые автоматизируют какие-то свои системы. И переиграть как-то весь рынок и взять к себе качественного специалиста – задача прям просто очень-очень непростая. Расскажи, как вы решаете эти задачи, какие, может быть, у вас уже наработанные лучшие практики, поделись. Разделим. Начнём с разработчиков. Ну, поскольку, в первую очередь, я разработчик. То есть, здесь я разобью жизнь компании на два этапа – до 2019 года, до пандемии и после пандемии. До 2019 года у нас одно из основных преимуществ было – мы были все на удалёнке. У нас разработка вся на удалёнке. Это было наше преимущество. Ну, народ абсолютно распределён. То есть, это и Казань, и Дагестан, и Питер, и где у нас только нет разработчиков. То есть, мы ищем специалистов. При этом неважно, ты будешь в России, не в России. Нам нужны специалисты. Мы искали, нанимали, всё было хорошо. Пришёл 2019 год, пришла пандемия. Заказчики, другие интеграторы, другие разработчики поняли то, что другого выбора нет, и они начали себе нанимать тоже удалёнщиков. Пошли зарплаты вверх. Пошли во вкус. И даже зарплата вверх – это не такая большая проблема, что теперь разработчики стали ждать, когда к ним придут. Они знают, что к ним придут. При этом придут не только из России. Придёт Google, придёт, грубо говоря, Facebook. Начали приходить иностранные компании. И чем ты более высококвалифицированный специалист, тем могут больше предложить. Соответственно, выросли российские зарплаты. И потребности. Потребности и так далее. Это некоторый такой снежный ком. В результате мы получили то, что за специалистов идёт очень большая война. Платят, предлагают дополнительные преимущества. Но хуже произошло даже не с этим. За специалистов можно платить. Потому что нехватка специалистов, пошла нехватка медлов. И начали джуны просить тоже очень много. И когда тебе в 2021 году джун просит столько, сколько два года назад сеньор получал, столько же, это уже превращается в некоторую проблему. Плюс у тебя в компании сидит тот самый сеньор, который тоже либо хочет, чтобы ему тоже повысили в два, в три, в четыре раза, либо он уверенно выходит на рынок. Конечно, приходится как минимум раз в год индексировать, потому что иначе тот же самый сеньор, он собеседует этого джуна. Ну и также это касается разработчиков, это также касается экспертов, внедренцев, аналитиков по продукту. Та же самая проблема. Как вы в результате, вот в таких очень непростых нынешних условиях, очень хорошо понимаю, насколько непростых, принимаете решения по тому, как вообще вам, в принципе, развивать дальше бизнес, двигаться с точки зрения ресурсов кадровых. Я вижу, насколько ты сам интенсивно вовлечен в процесс подбора кадров, взаимодействия с ними. Я вижу это в соцсетях, твои посты. Я понимаю, что это не просто так, когда человек, который основал компанию, сам непосредственно руками во всем этом участвует. Хочется понять, как, в общем, действуете. Ну, во-первых, мы не боимся и даже приветствуем работу с людьми, как называемые, студентами или мало опыта. У нас таких много, и с удовольствием берем на работу. Очень приятно, когда приходят дети моих друзей. Так приятно. Неск уже работает, при этом некоторые даже еще не закончили институт, кто-то учится. Первое – это, значит, молодых ищем. Второе – мы понимаем то, что нужно переквалифицировать людей. У меня есть ряд проектов в другой компании, не в рамках Русиема, где мы привлекаем IT-специалистов низкого уровня. Смотрим, если они грамотные, мы их переводим в информационную безопасность. Добавляйте как-то им... Каким образом вы специализацию-то им меняете? Специализация меняется просто жизненным опытом. Я преподавал в институте в сумме 12 лет, и я помню хорошо то, что человек, который учится в институте, он тоже ничего не знает. Ну, вот это реальность. Но формально у него есть корочка. У него есть корочка, за которую он хочет дополнительных денег. Ну, мне главное, чтобы человек был умный, с горящими глазами. Такого возьмем на работу, обучим. Тем более, он сам захочет учиться. Он сам захочет познавать больше. На прошлой неделе на одной из конференций встретились, например, с одним человеком. Он раньше занимался именно такой классический осушник. И ему заставили заниматься безопасностью. Заставили. Но он сам сказал, что мне принудили. А теперь это все очень хорошо. И я хорошо понимаю, что это то же самое. Теперь он узкий специалист, востребованный. Который очень высоко востребованный. У меня есть друг, который живет в городе Октябрьское, республика Башкортостан. То есть, где-то там далеко. Я ему когда рассказал про нашу тематику, он говорит, он из энергетики осушник. Он говорит, я хочу к вам. Почему? Он говорит, да потому что у вас люди мало опыта, получают на порядок больше, чем у нас эксперты. Это вот реальность. А при этом все-таки мы внутри отрасли считаем, что недоплачивают именно ИБшников. Да, но это не так. Вот на самом деле. Нет, но если посмотреть на заработки в IT-разработке, то очень даже может быть. Ну, IT-разработка – это другая тематика, потому что народ перекупает западные компании. ИБшников не перекупает. То есть, ИБшники удаленно внутри работающие с другой страны, наверное, это не камильфо. Да. Что бы еще сказать с точки зрения, как решить кадровый вопрос? Ну, наверное, предлагать интересное задание, задачи. Очень интересно аналитиков перетаскивать, например, из пинтестеров, как казалось. То есть, не думал, не думал, а оказалось то, что у них прямо глаза горят, особенно когда можно совместить две задачи. Одно это рекомендую для интеграторов. Это люди, которые занимаются и пинтесты, и, например, их посадить как аналитики СЕМ-систем. То есть, совместить полезное с приятным. Им это интересно. И у них опыт возрастает, и они смотрят с обеих сторон одновременно. Да, конечно. Ну, то есть, они практику свою переводят уже непосредственно в, так скажем, в фичи, в продукте. Да. Вот мы этим сейчас хорошо пользуемся. Поэтому три рекомендации. Не бойтесь студентов, мало опыта, берите людей из смежных отраслей и не бойтесь переучивать людей. Вот эти вот рекомендации. Тогда проблема особенная. Ну, естественно, к сожалению, когда мы бюджетируем следующий год, нужно бюджетировать плюс X процентов от текущего. И это не инфляция, это потребности рынка. Диктат, да. Согласна. Ты затронула интересную тему относительно специалистов из смежных областей. Ведь на самом деле, вот атлас профессий, который сейчас новый появился, там есть такие профессии, которые звучат прямо даже фантастически несколько. Но на самом деле это все новые специальности, которые возникают на стыке технологий, на стыке каких-то задач, которые возникают в других отраслях. И мне кажется, что и у нас в нашей сфере так или иначе тоже... Ну, мы сейчас уже видим, да, что у нас возникают там такие роли, как там Девсекопс, например, да, там раньше не было такого, да. Ну вот, возникают какие-то ребята, которые занимаются разработкой именно в ИБ, и тоже, в общем, это востребованное очень направление. В общем, масса вот таких вот новых задач, там ИИ в ИБ, да, там со своей спецификой тоже. Вот как в этом смысле нам поступать? Ведь должно быть некоторое такое, не знаю, как скажем, предвидение, что ли, да, у компании, компании, которая делает продукт, которая хочет, чтобы их продукт был востребован. Как вот в этом месте ты себя настраиваешь, что ли, как бы, да, для того, чтобы понять, что будет нужно твоим заказчикам, пользователям твоего продукта, с одной стороны. С другой стороны, как это подкрепить правильно ресурсами, мозгами, задачами. Что выявить, какие выявить потребности, как предугадать рынок, это нужно в этом жить и жить долго, чтобы это понять. Я, например, мой жизненный опыт много-много лет уже, можно сказать так, и начинал я с обычной войны ИНИКИ, потом был админ, потом консультант по информационной безопасности, админ по информационной безопасности, начальник, 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 да, но включая там опыт продаж и, соответственно, понимаю то, что прошел через все, и, наверное, понятно, я и общаюсь с клиентами, и вот мне легко понять потребность как заказчика, так и предвидеть, что будет. Особенно, когда ты давно в рынке и понимаешь то, что, ну, во-первых, мало, к сожалению, мало что нового появляется, зачастую это все просто приукрашенное старое, измененное. И если и появляется, то оно давным-давно было предсказуемо. То же самое мы сейчас говорим, там, роботы, искусственный интеллект и прочее. В научной фантастике это было сколько десятилетий назад. Соответственно, точно так же нужно выбирать команду, которая, в первую очередь, заинтересована не в тех технологиях, которые говорят, которые уже внедряют, а те, которые смотрят на то, что будет завтра. Нужно смотреть на конференции, ездить. При этом конференции должны быть в действительности не рекламными. Нужно слышать заказчиков, как общаться с ними, или, опять же, ездить на те конференции, где заказчики рассказывают о тех задачах, которые у них стоят. Ну, и самый главный момент исторически. Я там занимался в том числе и пентестами проходил, занимался в свое время. Анализировать, как я могу взломать, и что нужно сделать, чтобы я это не взломал. Если у тебя нет специалистов, которые делают, тебе будет очень тяжело в этом направлении двигаться. Это как... ИИ, но я не люблю это. ИИ, МЛ, статистик, МОДСТАТ и прочее появилось. Просто это логично. При этом мне понравилось, что в институте в начале 2000-х годов у меня преподаватель говорил, мы везде это будем использовать. Ну, так оно и есть. Но тут, кстати, интересный момент. При этом если эти же преподаватели, которые мне в начале 2000-х рассказывали о теории вероятности, математическом анализе и прочее, попробовать позвать и сказать, давайте вы мне поможете сделать что-нибудь яичное или эмельное в рамках моего парадокта, к сожалению, он теоретик. И вот это вот следующий момент, проблема образования. И почему я говорю, не обязательно брать людей с профилем образования. Потому что у нас в большинстве вузов преподаватели-теоретики. Но подожди. Это первый момент. Второй момент, то, что в большинстве вузов я преподавал, например, на пятом курсе. Студенты на пятом курсе не знают, что такое информационная безопасность, профильная специальность. Не знают. Не знают, не могут объяснить даже своими словами. Ну, мне кажется, это потому что не хватает практики. Да. То есть, это вопрос как раз практики. Сейчас, мне кажется, просто не у всех ребят есть потребность эту практику набирать, если говорить о студентах. Как-то раньше, ну вот если мы говорим о, не знаю, там, еще, мне кажется, даже 10 лет назад, да, ребята более активно искали сами возможность для того, чтобы набрать эту практику. Сейчас то ли жизнь стала более сытая, то ли, может быть, опять же, те же там пандемии сейчас, да. Но прямо мало ребят вот со студенческой скамьи, вот еще не закончив учиться, рвутся, прямо пойти и начать прямо работать. Да, стажировка, да, пройти практику для вуза там как-то, но вот прямо пойти и начать впахивать, да, не так много их. Ну, по-разному, по-разному, да. То есть, с одной стороны, могу сказать то, что раньше не было столько интересных предложений, как сейчас в вузах. То есть, сейчас на доску объявления любой вуз зайди, там десятки предложений от крупных компаний, ищем студентов, включая там зарплату. С другой стороны, не знаю, народ, правда, начал по-другому относиться, и я удивлен, когда люди там окончили там 4 года, там, или у него 6-7 лет приходят, и они не работали. Для меня это немножко дико. Да, есть такой момент. И, ну, там, если говорить о вот тех ребятах, которые к тебе приходят, вот те, которые, про которых ты говоришь, что берёшь там без опыта, есть ли у тебя, может быть, какие-то практики работы с вот этим вот поколением, да, как их сейчас там называют, Z, и там уже A новая, там, наверное, тоже подрастает, ну, вот, или там ещё какие-то буквы алфавита, может быть, альфа, ну, вот. А-А. Да-да. Это как батарейки, да? Ну, собственно говоря, с вот этими ребятами, которые приходят сейчас в специальность, приходят сейчас работать к тебе, другие компании, они другие, у них действительно другое представление о том, для чего они приходят работать, что многие приходят там с определёнными требованиями к работодателю, там, не знаю, с другим представлением о себе как к специалисте. Вот у вас есть такое? Или вы как-то, может быть, я не знаю, с этим на начальном этапе работаете, отбирая там… Я отбираю тех, которые хочут стать специалистом. Поэтому они приходят по-другому, они приходят и говорят, дай мне задачи. С другими, наверное, не столько хочется работать. Ну, как раз эти люди, которые уже получили диплом и ищут работу, ну, не знаю. Мне интереснее те, которые там на первом, втором, третьем, четвёртом курсе там до практики будут искать. Ты довольно много говоришь про вузы, прямо визуально представляешь, как выглядит доска объявлений вам в в вузах, соответственно. Ну, действительно, видимо, у компании есть практика работы с вузами. Расскажи, как построена. Ну, она не практика, она просто через знакомых друзей вешаем рекламу или через знакомых преподавателей. Они рекомендуют своих студентов. Сами не преподаете, нет такого? Нет, я перестал преподавать. Ну, а кто-то из ребят компании? Из сотрудников на текущий момент, по-моему, никто. Понятно. А расскажи, может быть, ещё такой вот момент. Мы говорили о том, что пандемия сильно повлияла на возможность закрывать кадровые задачи, привлекая ребят из регионов, давая им возможность работать удалённо. Как в нынешней такой конкурентной среде получается мотивировать команду, получается удерживать их? Ну, помимо задач, может быть, есть какие-то чисто, не знаю, менеджерские, чисто командные какие-то у вас хенты, которыми вы пользуетесь, чтобы ребята были с вами? Наверное, это в первую очередь задача непосредственного руководителя. Я не могу сказать то, что от меня не уходит, от меня уходит так же, как от всех остальных уходит, но костяк сохраняется за счёт непосредственно руководителя. Если у меня в прямом подчинении в компании 5-6 человек, вот моя задача, чтобы эти 5-6 человек сохранились. Задача каждого из нижестоящих – сохранить под ним людей. И какую бы ты схему мотивации ни придумал, корпоративный дух, но если у тебя будет руководитель, за которым ты не хочешь следовать, наверное, ничего не получится. Ну, а, собственно говоря, как руководитель может повлиять? Что он делает? Ну, там, просто поставить задачу руководителю не упустить вот этих пятерых, шестерых, но это же тоже не работает, да? Ну, идеальный вариант покажи своим примером. Хорошо, вот ты как сам решаешь по своим вот этим пятерым-шестерым? Не знаю, может, мне везёт то, что у меня до сих пор глаза горят. Ну, так, может быть, они считают, что у него глаза горят, потому что он сооснователь компании. Если у него потухнут, это же вообще будет. Не, ну, мы в одной лодке. Все сооснователи? Я не смогу найти ответ на этот вопрос. Я сооснователь, я в одной лодке, я, наверное, работаю больше, чем многие сотрудники. Поэтому пытаюсь своим примером показать и решать вопрос, и вникать в проблемы вместе со своими коллегами. Ну, то есть ты близко к ним прямо, да? Близко, но иногда даже, правильнее сказать, боязно быть настолько близкими, да? Потому что нужно разделять всё-таки личное и рабочее пространство. Да, согласна. Есть такой момент, действительно, это сложно руководить людьми, для которых ты стал другом или там, ну, каким-то там действительно человеком, перешедшим в другой ранг, если говорить в профессиональной сфере. Да, здесь два момента есть. Первый момент, когда тебе нужно его поругать, но даже ещё хуже, рано или поздно кто-то может уйти, вот этот тяжёлый момент. В одном из подкастов, который был у нас до этого с Алексеем Лукацким, мы тоже говорили о том, как работать руководителю с людьми. И, собственно, я тоже упоминала о том, что руководитель должен своими людьми достаточно плотно заниматься, чтобы они оставались в компании долго. Это вложение прямо личных эмоций, личного времени. И вот этот вот момент, мы тогда не стали его касаться, но на самом деле он действительно есть, как выдержать грань взаимодействия. Чтобы, с одной стороны, человек чувствовал тебя как человека, ты руководитель, он подчинённый, но при этом, чтобы было достаточное доверие и открытость, а с другой стороны, чтобы это не перешло в болезненную, может, какую-то уже потом область, если вы решите причинам расстаться, чтобы это не касалось эмоциональной сферы. Да, хорошо. Мы говорили с тобой по поводу разработчиков, но я так понимаю, что в компании у вас работают и ребята, которые, пентестеры и другие безопасники. Насколько сейчас показывает ситуация на кадровом рынке ВБ, у нас большая потребность в сотрудниках служб информационной безопасности, и в этом месте есть такое ощущение, что у нас недостаточно прям даже мест в вузах для того, чтобы выпустить через 3-4 года тот объём специалистов, которых нуждается, в принципе, наша страна. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, на чьей стороне задача по тому, чтобы у наших заказчиков, у вендоров, у интеграторов, у всех игроков рынка появились специалисты по информационной безопасности? Мы ли как представители кибербеза должны об этом говорить на всех наших мероприятиях, обращаться в сторону государства и должно, опираясь на, может быть, исследование, статистику, думать об этом? Или это, не знаю, какой-то внешний фактор возникнет? Может быть, образование должно понимать, что если вот там есть потребность в специалистах, то оно должно их каким-то образом выпускать. Где, на твой взгляд, лежит эта задача? На конференциях об этом говорить бессмысленно. Никто не услышит. Что мы между собой общаемся, у всех одна и та же самая головная боль. Если у кого и нет головной боли, у него просто значит большой бюджет. Мне кажется, что это все равно болит. Даже те, у кого большой бюджет, все равно сложности с поиском и так далее. Говорить на уровне государства? Ну, наверное, государство тоже слышит, видит, потому что у нас появляется такая вещь, как проходной бал в вузах. И это давным-давно. Если проходной бал высокий, то значит, нужно наращивать, наращивать, еще больше заводить. Есть наверняка какая-то причина, почему не появляется большее количество преподавателей, потоков. То есть, основной вопрос стоит в том, что у нас преподавателей не хватает. Я думаю, если бы было достаточное количество преподавателей, какие-нибудь коммерческие вузы могли бы организовывать достаточное количество дополнительных потоков, чтобы обучать специалистов необходимого отрасли. При этом крупные компании вполне могут себе позволить оплачивать работу этих вузов. Кто мешает? То есть, если мне нужен, например, если я какой-нибудь крупный банк, я понимаю, что мне нужно 50 сотрудников, кто мне мешает оплатить сегодня, что у меня через 4 года будет 50 студентов бывших, которые обязаны у меня отработать 3 года, потому что я оплатил их обучение. Может быть, отсутствие законодательной поддержки? Ну, почему у нас определенные структуры же ищутся из специалистов так? Хочешь обучиться, получайте определенную специальность, будь добр, отучись и пойди отработай количество лет там. Точно так же в чем проблема этот контракт, договор, который ты заключаешь. Видимо, у нас еще нет такой потребности, что начальники информационной безопасности крупных, я говорю сейчас про крупные компании, пойдут к своим кадрам, которые займутся этим вопросом заранее. Тут момент, наверное, еще связан с прогнозированием ситуации. Можно ли в нашей стране спрогнозировать что-то на 4 года вперед? Те неплановые экономики Советского Союза. Я в 99-м году поступил на специальность по информационной безопасности, был самый высокий проходной балл. Почему я пошел на информационную безопасность? Потому что он был самый высокий проходной балл, поэтому я запомню. Но мы сейчас говорим не о потребности ВУЗа, а о потребности компании. Ты как компания, понятно, что ВУЗ будет выпускать и сегодня, и завтра, и послезавтра, но ты как компания не можешь четко сказать, иногда не можешь, или, может быть, можешь. Вот если в данном случае ты как компания можешь сказать, что тебе через 4 года нужно будет, не знаю, 50 разработчиков, например, да, и 30 человек пентестеров. Готов ли ты сделать такой прогноз и взять на себя задачу по оплате обучения каких-то рандомных ребят, которых на входе ты возьмёшь нулёвыми абсолютно, и ждать, что через 4 года они будут, ну, там, такого качества специалистами, да, за которых тебе действительно захочется заплатить деньги, и потом 3 года видеть у себя в компании. Ты можешь не видеть их 3 года у себя в компании, ты можешь их отпустить. Ты берёшь 10, из них трое останутся. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что если у тебя совсем большой кадровый год, о чём ты говоришь, иди к кадрам и решай этот вопрос на уровне вузов. Бери себе студента на полставки, который работает ещё на втором курсе, это не нужно 4 года ждать. Да, согласна. Я поэтому говорю, что, ну, как бы все компании смотрят в сторону достаточно быстрого решения задачи, а тот подход, который ты предложил, имеет очень много неизвестных. Для меня они известны. Ну, я, конечно, не крупная компания, но для меня они всё равно известны. И я понимаю, что государство вряд ли быстро изменит эту ситуацию, специалистов всё равно будет не хватать. Почему? Потому что преподавать мало кому интересно идти, во-первых. Во-вторых, преподавать нужно по текущим... Мы же, если пойдём преподавать, мы пойдём преподавать, не делиться своим жизненным опытом, а мы должны зачитывать вот эти определения, которые никому не нужны именно преподносить ту теорию, которую никогда не воспользоваться. То есть, вопрос в другом, то, что из 100% лекций, грубо говоря, только 20% это практика, которая тебе может понадобиться. А вот оставшимся 80% по существующим программам чем-то надо забить, наполнить. И вот этих преподавателей не хватает. Хорошо. Есть ли в этом месте, простите, сфтологию, место для тебя, как для представителя бизнеса? Наверное, уже нет. Я пошёл, наверное, по более сейчас правильному пути. Ну, не правильному, а простому пути. Я работаю с кадровыми агентствами, я работаю с ВУЗами на уровне, когда они уже выпускаются. Но я не говорю то, что огромный кадровый голод для специалистов низкого уровня. Я не говорю, что у меня голод в поиске среднего уровня специалистов разнопрофильных. Мне не хватает узкопрофильных специалистов с опытом. И поэтому ты их просто точечно берёшь. Ну, наверное, да. То есть, вопрос, кого не хватает. У меня не хватает узкопрофильных специалистов с профилем. Это не поможет ни один ВУЗ с опытом. Это люди должны получить уже опыт на пройти 2-3 года минимум по узкому профилю. Ну, как я тебя услышала, ты эту задачу решаешь тем, что берёшь людей, может быть, не настолько узкозаточенных, но дальше вкладываешься в них, когда они уже работают в компании, и, соответственно, профилируешь, даёшь им какие-то необходимые знания, практические задачи, на которых они, я так понимаю, так или иначе, начинают соответствовать тем ожиданиям, которые вы в них с самого начала, собственно, и вкладывали. Скорее, совокупность. Студенты, правильные начальники и работа с кадровыми службами. Но самое главное, наверное, совет для всех – это кадровая служба, работайте с ними плотнее. Работа с кадровыми службами на что под собой подразумевает? Если тебе кадровая служба, которая у тебя в рамках компании просто присылает резюме, не проведя первичный осмотр, то тебе, может быть, прислали нас 100 резюме, из которых тебе никто не подойдёт. У тебя тоже время очень дорогое. Вместе можно стрелять. Да, это можно отстреливать. Но у нас до четырёх, по-моему, кадровых агентств максимум работало на нас. И мы с разным сталкивались. И когда тебе в сутки присылают 100 резюме, и ты тратишь время просто на прочтение этих резюме огромное количество. Тебе же нужно еще их собеседовать. И когда ты понимаешь, что начинаешь их собеседовать, ты зря тратишь своё время высококвалифицированного специалиста по информационной безопасности или по разработке. Поэтому... В этом месте хочется выставить счёт в сторону кадрового агентства. Да-да-да, кто кому ещё должен. Поэтому кадровое агентство должно специализироваться не на поиске персонала, а на поиске профильного персонала. Ты нашёл такие, которые специализируются в области информационной безопасности? Да, и в области разработки, в области информационной безопасности. Ну, хорошо, я понимаю. Это, наверное, тоже один из путей решения задач по подбору каких-то действительно спецов. Но если говорить, наверное, о такой более массовой истории, то я уверена, что таким образом эту задачу не решить. Хотя просто потому... У меня есть и собственный опыт в подборе, и я до сих пор этим занимаюсь. Насколько я понимаю, большинство специалистов сейчас могут сами добраться до того работодателя, к которому они хотели бы попасть. Как и работодатель, в принципе. И точно, если говорить о позиции соискателя, то большинство соискателей стремится избегать работы с кадровыми агентствами. У меня есть опыт интересный. Мне год-два назад нужен был сеньор Java-разработчик. Очень долго они не могли найти. И вот услугами одного кадрового агентства воспользовалась. Соответственно, девочка искала по GitHub выложенные программы кода и находила специалистов, искала контакты и спрашивала. Я знаю, что вы не ищете работу, но вдруг вам это интересно. И она мне нашла специалисты, необходимые в у меня уровне. А другие, еще просто на HeadHunter или на Джопру, неважно где именно, никого найти не могли. То есть, это именно уже хантинг. И это профессиональный хантинг. Понятно, да. Нет, я не говорю, что там нет специалистов. Я говорю о том, что как раз со стороны соискателей отношение такое к кадровым агентствам не самое, наверное, сейчас благоприятное. Ровно потому, что как тебе присылают 100 резюме, так и им присылают неквалифицированный поток вакансий, пытаясь как-то предложить сразу все, что есть. Нет, ну там другая история. Там он спросил, как вы меня нашли. Тут уже сразу понимаешь, что нужно начать разговор. И мне второй подход нравится. Вот то, что я говорил. Например, одна госкорпорация работает с кадровыми агентствами, которые подбирают им студентов на первых курсах. То, что я говорил, я вспомнил, да, у меня есть такой пример, которые уже это запустили, процесс. То есть они давно пришли к этой потребности, им нужно огромное количество специалистов по информационной безопасности, и они уже заботились этим вопросом. Ну, для крупных госкорпораций, наверное, несколько больше есть вариантов решения задачи. Тут я с тобой согласна, с теми идеями, которые ты озвучивал в части целевого набора в ВУЗе. Может быть, какие-то там большие стажировки после этого, там, отсев 80% и там 20 самых лучших остаются. Ну, масса таких вариантов есть, конечно. Вот. Ну, мы говорим о тебе и о там бизнесе, который ты, ну, фактически на собственных руках вытаскиваешь, да, уже который год развиваем в наших там непростых условиях. Я очень благодарна, что ты поделился идеями, поделился тем, как Русием решает задачи по работе с кадрами. Я понимаю, насколько это сложно и до пандемии было, и сейчас после пандемии особенно. Хочется пожелать вам удачи. На самом деле российскому рынку информационной безопасности свои решения очень нужны. Ну, и, я думаю, даже не только нашей отрасли, а вообще в целом России. И поэтому то, что делаете – огромное дело. Сил вам и удачи. Спасибо. Всего доброго. Мы хотели бы сказать с Максимом, что приглашаем всех наших слушателей на СОК-форум 7-8 числа. Декабря традиционно пройдет мероприятие, на котором можно будет встретиться и пообщаться о всех насущных проблемах нашей отрасли. Ну, абсолютно поддержу. Наверное, то, что СОК-форум – это одно из немногих мероприятий, которое стоит в списке обязательных. В первую очередь потому, что вы можете окунуться в эту атмосферу, задать вопросы людям, услышать мнение как экспертов, так и, самое главное, потребителей этих услуг. Потому что выступают не только коммерческие СОКи, которые предлагают свои услуги, но и реальные пользователи систем. Ну и, наверное, самое главное то, что вы сможете получить ответы на все свои вопросы в одном месте. Живое общение никто не отменяет. Ну и, кстати, не забываем, по-моему, еще онлайн трансляция будет или нет? Онлайн будет, конечно. Будет возможность онлайн выступать. Представителей отрасли будет своя радиорубка, наверное, так можно сказать. Ну и да, оффлайн мы надеемся, что в этом году не накроет нас очередной виток пандемии, и мы встретимся в оффлайне. Будем рады видеть всех. С вами был Свежевыжатый подкаст. Всем пока. Это был Свежевыжатый подкаст. Слушайте новые выпуски в преддверии крупнейшего специализированного события отрасли. СОК Форума 2021. Подробности по хэштегу сокфорум и на сайте